Здравствуйте, мои хорошие! Почему не отмечают 40 лет? В различных культурах и обществах вопрос связан с огромным количеством суеверий и предрассудков. К представлениям, пришедшим из древних времен, добавляются современные суеверия. В результате 40-летний рубеж жизни становится некой особо опасной датой. Мнение о том, что отмечать 40 лет нельзя, широко распространено и обросло огромным количеством историй. Их суть сводится к одному утверждению – те, кто отмечал свое 40-летие, пострадали. Представление о том, почему нельзя праздновать 40-летие, обусловлено целым рядом причин. В древности средний возраст людей составлял 38-40 лет. Те, кто доживали до этого времени, считались глубокими стариками. Во многих культурах Востока цифра 4 символизирует близкую смерть или несчастье, поэтому компании не используют ее в рекламе своей продукции. Нумерологи говорят о том, что число 40 означает близкую смерть. Астрологи считают, что в 40 лет негативное влияние на судьбу человека оказывает уран. Существует представление о том, что в 40 лет ангел-хранитель покидает человека, ведь он познал жизненную мудрость. Если отвлечься от суеверий и непроверенных представлений, можно узнать, почему не принято отмечать 40-летний юбилей у мужчин и женщин. У женщин к 40 годам меняются биоритмы, появляются седина и морщины. К 40 годам женщина чувствует первые признаки климакса, с которым приходит плохое самочувствие, стресс и депрессия. Мужчина к 40-летнему возрасту начинает задумываться о вещах, которые не успел сделать в жизни. Как и у женщины, 40 лет мужчины – это очередное упоминание о приближающейся старости. Никакие рациональные объяснения и суеверия не отменяют человеческого оптимизма и желания отпраздновать преодоление очередного рубежа в жизни. Поэтому есть множество советов о том, как отметить свое 40-летие без проблем. Празднуйте прожитые годы, а не наступление нового. Попросите гостей поздравлять не с наступлением 40-летия, а с преодолением 39-летнего рубежа. Отмечайте так, чтобы гости никак не упоминали ваш возраст. Приглашайте только близких людей. Перенесите празднование на день, следующий после дня рождения. Так плохие приметы не сработают. Найдите в календаре иной праздник и устройте тематическую вечеринку. Почему не отмечают 40 лет мнение церкви? В Библии можно найти множество упоминаний цифры 40. Всемирный потоп продолжался 40 дней и ночей. В 40 лет Исаак женился на Ревеке. Евреи странствовали 40 лет по пустыне. Пророк Моисей 40 дней и ночей общался с Богом на горе Синай. Он прожил 3 40-летия, 120 лет. Царствование Давида и Соломона продолжалось по 40 лет. Последняя часть храма Соломона в Иерусалиме была в ширину 40 локтей. Голиаф 40 дней требовал от евреев сразиться с ним. Жители Ниневии получили 40 дней на покаяние. Иисус молился 40 дней в иудейской пустыне в одиночестве. Он ходил по земле 40 дней после воскресения. Организм женщины после рождения младенца очищается 40 дней. После смерти душа 40 дней скитается перед тем, как обрести покой. Таким образом, церковь верит, что 40 – это число, которое отражает совершенную полноту. А все представления о том, что нельзя праздновать 40 лет, считает обычными суевериями, которые пришли из язычества. Праздновать 40 лет или нет – личный выбор каждого. Стоит лишь задуматься о том, что достигнуто к этому возрасту и достойны ли эти достижения празднования. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова